Сейчас в интернете очень популярен габит Энгунда. Это когда черные ходом Е5 подрывают центральную пешку на Д4. Этот дебют был предложен шведским шахматистом Энгунда для того, чтобы перехватить инициативу. Я думаю, если вы играете Д4, то с вами по-любому играли Е5. Кому-то этот дебют нравится, кому-то не нравится, но после просмотра этого видео уверена, что вы за белых выиграете очень много партий, поэтому обязательно досмотрите его до конца. Итак, черные начинают эту пешку атаковать. Мы защищаем ходом коня в 3. Далее они играют ферзь Е7, еще раз нападая на пешку. И мы ходим слон Ф4, пешку на Е5 все-таки защищая. Просто так мы отдавать ее не хотим. И в чем же идея этого гамбита? Что черные играют ферзь Б4 и ставят аж тройной удар. Нападают на пешку на Б2, на короля на Е1 и на слона на С4. А после того, как мы закроемся слон Д2, они съедят пешку на Б2. В надежде, что мы решим защитить ладью с нападением на ферзя. А именно сыграем слон С3. Тогда черные играют слон Б4, угрожая съесть нашего слона. И если мы забираем этого слона, то мы остаемся без ладьи. Не очень хорошо. А если мы вдруг играем ферзь Д2, чтобы этого слона защитить, и на ход слон С3 забираем слона ферзем, ну, чтобы ферзь у нас остался защищать ладью, да? Если мы заберем конем, тогда нашу ладью просто съедят и все. Но если мы забираем ферзем, то мы зеваем мат ферзь С1. Это главная ловушка гамбита Энгунда. Как же на нее не попасться? А для того, чтобы повысить шахматное мастерство, необходимо участвовать в турнирах. Как раз совсем скоро с 22 по 29 февраля в Хургаде, Египте, пройдет международный шахматный фестиваль, где вас ожидает турнир по классическим шахматам, блиц-турнир, 16 часовых лекций чемпиона мира по шахматам Александра Халифмана для всех желающих и любителей, а также 16 часов лекций международного гроссмейстера Ага Малиева для тренеров. Температура в феврале в Хургаде позволяет загорать и купаться, поэтому вы сможете совместить приятное с полезным. Можно проживать в месте игры или на первой береговой линии. Вся подробная информация будет в описании, так что переходите и смотрите. Как же на нее не попасться? А очень легко. На ход ферзь Б2 мы играем не слон С3, чтобы защитить ладью, а ходим конем на С3. Открываем ферзя, ферзь ладью на А1 защищает. Дальше черные играют слон Б4, нападают на нашего коня, угрожая его съесть. Тогда мы ходим ладьей на Б1 с угрозой съесть ферзя. Ферзь может отступить только на А3. И дальше здесь есть несколько вариантов. Очень часто играют ладья Б3 сразу, но считается, что сильнее пойти сразу конем на Д5. Ходом конь Д5 мы угрожаем съесть и слона, и поставить вилку на С7. Поэтому у черных есть два варианта. Либо сходить слона 5 и защитить пешку на С7, или пойти слон Д2. Давайте начнем с хода слона Д2. Если у нас забирают слона, мы забираем его ферзем. Угроза пойти конь С7 у нас остается. Как-то защитить эту пешку можно только королем, сыграв король Д8. И тогда король лишен блокировки. Мы сразу это используем. Играем ферзь Ж5, нападаем на короля. А черные защищаются конь Е7. Мы забираем конь Е7, конь Е7 и съедаем пешку на Ж7 с угрозой съесть ладью. А черные могут уйти либо ладьей сразу, либо сначала поставить шаг ферзь А5. На ход ферзь А5 мы закроемся конем на Д2. На ладья Ж8 съедим пешку. На Ф7 пешка нам больше нравится, плюс мы еще защищаем пешку на А2. Ферзь Е5, Ж3. Можно и ферзь Х7 съесть, можно и Ж3 пойти. Здесь уже очень много хороших продолжений. И мы посмотрим небольшую партию, чтобы понимать, как вообще в дальнейшем белые здесь могут продолжать. Они сыграли слон Ж2. На слон Е6 съели пешку на Х7. Слон Ф5, ферзь отошел на Х5. Ладья Х8, черные попытались ферзя нашего заатаковать, но ничего не вышло. Плюс, когда у нас слон сходил на Ф5, он грозит съесть пешку на Ц2, помимо того, что на ферзя напал. Поэтому наш ферзь гуляет по пятой горизонтали, чтобы слон был связан и пешку на Ц2 ни в коем случае не съел. Ладья Ж8. Но будет повторение ходов, это нас не устраивает, поэтому мы играем ферзь Е3, ферзь Е3, ФЕ, Б6, чтобы мы не съели пешку на Б6. Там Е4, ДЕ разменялись. И у нас получилась позиция с двумя лишними пешками. Скажите, очень приятно выйти из дебюта с двумя лишними пешками. Если на ход конь Д5 черный не забирают слон Д2, а играют слон А5, у нас тоже есть несколько вариантов, но сильнейшим считается пойти ладья Б5. А ходом ладья Б5 мы угрожаем съесть этого слона. Например, если куда-нибудь сыграют, там конь Е7, например, да, то мы забираем ладья А5. Ферзь забирать ладью не может, потому что у нас слон. Поэтому забирают конем, и мы с помощью вилки ладью отыгрываем. А если слон уйдет на Б6, то мы также пожертвуем ладью для того, чтобы потом сыграть конь С7, и ладью мы обратно отыгрываем. Позиции получаются очень хорошие. Поэтому на ход ладья Б5 лучшим ходом является слон Д2. Все-таки разменять слонов мы вынуждаем. Ферзь Д2, и у нас получается очень похожая позиция с той, которую мы только что разбирали. Мы также грозим пойти конь С7. Защититься от этой угрозы можно только ходом король Д8. И здесь единственное, что мы не играем ферзь Ж5. Здесь есть два сильных хода, либо пойти Е4, либо пойти конь Ж5. Мы посмотрим оба этих варианта. Давайте начнем с хода конь Ж5. Конь Ж5, мы нападаем с этой стороны на вилку. Единственный ход защититься, это пойти конем на А6. Тогда мы играем Ф4. Захватываем пространство, укрепляем вот эту вот пешку, которая осталась без защиты коня. Ферзь А2, пешку на А2 мы теряем, но ничего страшного. Е3. Открываем дорогу нашему слону. Ферзь А1, король Ф2. Конь Ж4, вроде черный, начали нападать на нашего коня, но это ненадолго. Коня мы в любом случае прогнали бы ходом А3, даже если бы он сам не отошел. И посмотрим партию, чтобы понять, как примерно здесь может продолжаться игра. На этом можно остановиться. У белых оказался лишний ферзь. Итак, мы сходили на ход слона А5, ладья Б5, вынудили размен и ход король Д8, чтобы защитить эту пешку. А только что мы разбирали с вами ход конь Ж5, но также у нас еще есть ход Е4. То есть из этих двух ходов вы можете выбирать, какой вам понравился больше. Ходом Е4 мы сразу открываем нашего слона, чтобы он мог у нас куда-то выйти. И здесь небольшая такая ловушка. Если вдруг черные пойдут этим конем, тогда мы сыграем конь Ж5. Вот если бы мы сразу ходили конь Ж5 без хода Е4, когда конь оставался на Ж8, то пешку на Ф7 можно было защитить конем. А здесь, когда мы после хода Е4, конь Е7 ходим, конь Ж5, конь с поля Ж8 уже ушел. И чтобы защитить пешку, приходится уходить ладьей. А ладья прекращает защищать пешку на Х7. Поэтому мы забираем конь Х7, ладья Ж8, конь Ж5, ладья Ф8, съели пешку и развиваем дальше свои фигуры. Слон Е2, например. Там на конь Д5, ладья Д5 у нас еще и тяжелые фигуры стоят напротив короля. Тоже очень хорошая позиция убил. А если черные не выводят коня на Е7, ходят, например, А6, чтобы прогнать нашу ладью. Мы играем ладья Б3, съедают пешку на А2. И здесь тоже есть разные способы, которые дают перевес. Можно пойти в Ферже 5, как мы до этого смотрели. Но он такой немножко более рискованный, потому что мы отдаем пешку на С2. Но тоже очень большой перевес получается у белых плюс 2. А либо можно не сразу идти Ферзем атаковать, а сначала сходить слоном на Е2. Там на Ферзь А1, слон Д1 сокрыться. Ферзь А5 пойти С3. И также у нас идея даже на Конь Е7 пойти Ферзь Ж5. А здесь, кстати, ход Конь Ж5 у нас уже не так хорошо работает, потому что могут Конь Д5 забрать. Но тоже перевес, но сильнее пойти здесь Ферзь Ж5 с угрозой съесть пешку на Ж7. Если эту пешку защищают, мы делаем рокировку. И у нас получается, что Король уже спрятан. Пешку на С2 мы не отдали, но и на Ж7 не съели. Но мы там играем на А6, Ферзь А4. Выводим слона обратно на Е2. Ладью на Д1. Король не рокирован. У нас очень хорошая будет на него атака. Оценка плюс 2. Поэтому, если с вами вдруг играют Гамбит Энгунда, обязательно попробуйте сыграть за белых этот вариант. И если вдруг у вас будет партия на ВЧС, то присылайте ссылку на партии в комментариях. Я буду их разбирать и что-нибудь вам еще советовать. Большое спасибо за просмотр. Всем до новых встреч!